Добрый вечер, друзья! Это традиционный эфир, который называется «Исцелим этот мир вместе». Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь, и мы выберем первого героя и начнем работать. Суть этого эфира очень простая. Я помогаю, консультирую человеку, у кого есть трудности, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем или в жизни какие-то трудности возникают. И когда я провожу эту консультацию, то вместе с героем, все, кто смотрит этот эфир, также получают целительский эффект. Потому что, во-первых, история очень похожая, во-вторых, пребывание в атмосфере, когда у всех участников есть намерение в том, чтобы человеку стало хорошо, позитивно сказывается на всех участниках процесса. И неважно, смотрите ли вы этот прямой эфир в прямом эфире, либо вы смотрите его в записи. Добрый вечер всем! Добрый! Помогите с психосоматикой легкого. Надо, чтобы заявку подали. Я вас внесу в свой список, и после этого в прямом эфире вы заявляетесь, и я вас выбираю, мы начинаем работать. Подавал заявку в ноябре. Сейчас проверим. Сейчас, Валентина. Глянем. Подготовлюсь, чтобы у меня все было под рукой, и вас проверю, Валентина Степанова. Сейчас старичкам отдаю предпочтение, хотя некоторые еще год назад подавали заявку, и до сих пор не здесь. Потому что список еще пополнился большим количеством людей. Да, 651-й. Давайте вас возьму. Потом возьмут тех, кто, может быть, еще древнее подавал, вернее, заявку. Ждем Валентину. Так, Валентина, что-то с интернетом, видимо, у вас. Так. Я не вижу вас, но чуть-чуть слышу. Правда, на роутера сижу. Может быть, приключится на 4G. Вчера была такая же проблема с Инстаграмом. Пару человек я не мог взять, у них, видимо, тоже слабый был интернет. Третий человек подключился. Иногда прорвался звук, но картинка не возникала. То ли обновление какое-то вышло специфичное, то ли еще что-то происходит. Поэтому вас так чуть-чуть было слышно, но не видно. Так, Валентин, теперь я не слышу вас совсем. Придется снять вашу заявку. Так. Ну, до следующего раза, когда будет интернет хорошо работать. Елена Эрос. Сейчас вас проверю, есть ли вы. Так, Елена, 2L. Ну, вот совсем свеженький человек, ну, ладно. Веню второй раз подавали, потому что я вас в последних вижу, участников. Здрасте. Добрый вечер. Слышно? Да, слышно. Вас Лена зовут? Лена, да. Да, ну, что-то плохо вас видно, Лена. Так, вот так немножко к Свету повернусь, так лучше. Давайте. Вы где-то на улице стоите, что ли? Я вышла на балкон и уединилась от своих родных, семьи. У меня муж, два сына, одному 15 лет, другому 5. Артем, вопрос у меня такой. Ну, и со мной связанный. В первую очередь сейчас хочу за ребенка, за младшего, которого 5 будет в июле месяце. С месяца у нас обнаружили атопический дерматит, вернее, он начался, да? И пошло-поехало, неизвестные причины. Меня, конечно, то не ешь, то не ешь, но я реально ничего не ела. На меня все грешили. Я уже буквально на гречке и кролике жила. В итоге нашли лактозную недостаточность. В общем, мы боролись, боролись, но оно не проходит у него. И вот на протяжении всего времени сухая кожа чешется, да, там. Что сейчас боюсь, что пугают уже врачи, что бронхиальную астму у него перерастет. Потому что в 2018 году, в 3 годика, у него уже амброзию нашли. Хотя у нас в семье ни у кого нет аллергиков, а на амброзию чихает, понятное дело. В садик пошел 3,5 года. Ну, вроде ходит, не скажу, что там болезненно, да, но опять-таки аллергия дает на себя знать. Чешется, нервничает при этом. Он такой эмоциональный еще. И сейчас, когда мы переехали в новое жилье, дождались своего жилья, новостройку, здесь ремонт и пыль, да. Мы переехали, мы тут живем месяц, и он начал снова чихать, чихал, кашлял. И вот снова обструктивный бронхит. И говорят, ну, ждите астму. Я на этом фоне уже сама 3 недели кашляю, мне ничего не помогает. Сделала рентген. Мне говорят, да, это у вас какая-то аллергия, расслабьтесь. Я просто у самой, у меня, или за меня попозже. Давайте вкратик о себе, потому что сын вас, я так понимаю, больше всего беспокоит. Ну, я понимаю, что все идет от меня, да, потому что сама я такая... Меня часто вот гнев прям одолевает. Не могу себя контролировать по поводу там старшего сына. Могу накричать на него, потом очень жалею об этом, извиняюсь, понимаю, что надо. Лен, вопрос сразу. Вы какая по счету у своих родителей? Старшая. Первая, да? Да. Ваш муж? Тоже старший. Брат, сестра есть у вас? Да, сестричка. Младшая? Да, она 2,5 года. 2,5 года. И больше нет никого, да? Ну, родители. Как у вас с ней взаимоотношения? С кем? С сестрой. Хорошие взаимоотношения, но далекие. Мы уже давно не виделись. Почему? В силу, не знаю, как это назвать, обстоятельства, не обстоятельства. Мы сами из Донбасса. И когда там все началось, я уехала, осталась, вернее, на Украине, в Николаев переехала, а она уехала с мужем в Россию, живут сейчас. Так, и что, у вас ворожда началась? Нет, нет, ни в коем случае, у нас по поводу этого нет. Просто у нее тоже родился маленький ребенок, и она переживает за него. Ну, нет пока таких возможностей, чтобы сесть и приехать. Особенно, да, с маленькими детьми в дорогу. Окей, как ребенок вашего зовут? Ваня. Ваня. Ваня, 5 лет. Окей, давайте поработаем с Ваней. Итак, Лен, скажите себе, я мой сын Ваня. То есть, влезьте в его шкуру. Я, Ваня. Я Ваня. Как вы себя чувствуете, будучи Ваней? Наверное, в горле дрожь появилась немножко. Что еще происходит? В теле какие ощущения? Ну, только чувствую в горле вибрацию, вот что-то наподобие. Как при этом ощущение ваше эмоциональное состояние? Ну, как и у меня были сейчас, вот такие волнительные. Волнение идет. Итак, пойдемте в прошлое вашего ребенка и посмотрим, что на самом деле повлияло на оформирование его аллергии. Итак, скажите себе, я, Ваня, мне 3 года. Вот это ощущение в горле сохраняется? Да. Я, Ваня, мне 1 год. Я, Ваня, мне 1 год. Ну, да. Я, Ваня, мне 1 день. Я взватил свою маму. Как ощущения? Ну, как-то немножко смылось, мне кажется. Прошло. Я, Ваня, мне 1 месяц. Как ощущение? Я, Ваня, мне 1 месяц. Я взватил маму. Как ощущение? Ну, вот так расслывчато я не уловлю. Мне 8 месяцев. Я взватил маму. Мне 8 месяцев. Я взватил маму. Ну, присутствует как какой-то... Присутствует. 3 месяца. Мне 3 месяца. Мне 3 месяца. Я взватил маму. Ну, есть что-то, да, в горле. Появляется. Да. Мне 2 месяца в желатил маму. Мне 2 месяца в желатил маму. Ну, так вообще размыто, размыто. Не могу даже понять, есть она... Вопрос такой. Что стало происходить? Что произошло в вашей жизни, когда Ване было 2-3 месяца, он у вас был внутри? Какое событие вспоминается с этим? Что вызвало вот это ощущение в горле? Может, перебираю только события так, чтобы что-то пришло в голову? Вы беременны? По плану это беременность было? Да. Долго ждать? Мы когда хотели запланировать забеременеть, я обратилась провериться, да, к гинекологу. Она у меня нашла миому. И? И мне пришлось пролечиться, сделать операцию, а потом еще пролечиться таблеточками, а потом только уже можно было беременеть. Так. Ну и потом, конечно, эти события, когда мы уже переехали в Николаев, я тогда здесь уже... А когда это было? В 2014 году мы переехали, в 2015-м родился Ваня. Так. В 2015-м Ваня родился. Ну вот когда был два месяца, когда в Николаеве уже видимо были, что происходило? Связаны с этим ощущениями? Ну, я вышла на работу. Муж уезжал в другой город работать по своей прошлой работе, поэтому он постоянно уезжал и редко приезжал. А вы беременную его ждали? Да. Так. Как это... Вот это ощущение связано с этим фактом? Нет, наверное. Что вот это ощущение? Вот с чем оно связано? Вспоминайте, Лен. Ну, я бы это связала всё-таки к своим строгим слишком отношениям к старшему сыну. Может, это меня вопрос беспокоит. Я не могу себя простить, как я его, например, могла обидеть, поругать, накричать. Это другая проблема. У сына аллергия. Это связано с ним. Понимаете? Он этот конфликт вам показывает. Этот конфликт запустился, когда он у вас внутри животе был. Внутри вашего живота. Это какое-то... Ну, вот за лягой всегда раздражение. Понимаете? Да, всегда ребёнок его чувствует. И за счёт этого идёт ну, как бы разрядка этого события. Напоминание о том, что это было. Поэтому вспоминайте, что тогда в этот момент происходило. Это была осень. Я вышла на работу. Будьте беременны. Продолжила, да, работать. Работала. Лежала на сохранении. Так. С какого периода? Ну, наверное, 15 недель, 18. Вот эти в неделе. Лежала. Почему? Начался тонус матки. Так. Тонус матки. Почему он начался? Наверное, потому что у меня проблемы со здоровьем. Я ж с миомой оказалась. Миома к этому не имеет никакого отношения. То есть вот когда ребёнок внутри появился, что-то включилось. И видите, вы уже факты посыпали, что вы на сохранении лежали. Просто так женщина на сохранении не лежит. То есть просто так тонус не возникает. Это всегда реакция. А я потом кашлять как-то начала в один период. Так. Животик у меня уже был, и я очень сильно кашляла. Вот, кстати, вот как сейчас похоже, такой приступ кашель, который, ну, вот долго, я могла ночью там проснуться, кашлять, мне надо было что-то выпить, успокоиться. Что там было такого помимо кашля? Почему кашель стал происходить? Вы когда на сохранении лежали в больнице, кашель было уже? Да, я периодически. Я домой приходила. Это было дома, я помню, кашляла, когда спала дома. А в больнице? В больнице? Нет, я помню только о больнице. Посещение врача там с тонусом. По поводу больницы, в больнице не была с кашлем. Не была с кашлем. То есть, как оказывались дома, кашель появлялся? Не помню, кашляла я вне дома. Я помню только дома почему-то. Так. Что такого дома происходило в этот момент, когда у вас кашляли? Ну, помню, болел в это время старший сын. Так. Мужа не помню рядом, потому что он всегда в отъезде был. Съемная квартира, которая думала, что на два месяца заехали. Угу. Оказалось, там четыре года прожили. Так. Восьмой этаж, жарко. Какое было состояние вот этой весной, когда вы забеременели, у нас было второе месяце, при этом кашель родился, гипертонус появился. Что раздражало-то? Вот эта обстановка, хотелось скорее, чтобы все закончилось, вернуться домой, обратно. Так, раздражала эта квартира, в которой вы проживали. Чем она раздражала? Что такое? Вы сейчас вспоминаете, вот просыпается волна негатива. Отчего? Ну, все, полностью обстановка. Может, там, старые съемные ковры эти, может, там... Дышать нечем было? Да не то, что дышать нечем. Просто хотелось, скорее, чтобы это все закончилось, уехать домой, обратно. Но она не заканчивается. Не заканчивается. Тесно там, тесно было. Так. Мне нравилось тесно, да. Мы спали в одной комнате, потому что там, одна комнатная, временная квартира. Место для нового ребенка там было? Нет. Так. Как вы это чувствуете? Вы беременны, живете в съемной квартире, в одной комнате, жарко, ковры весь отдушные, и весна еще. Угу, действительно, да. Да. А потом, когда уже жарко стало, уже срок приближался, еще хуже, потому что уже тяжело было. Постоянно, мне было тяжело постоянно. Чувствовала себя не очень хорошо. Вот сейчас, вспоминая этот период своей жизни в арене беременности. Какие ощущения возникают у вас? Ну, у меня ноги трясутся. Так. Дрожь появилась. Так. Окей, давайте его отработаем, потом посмотрим, как ваш ребенок себя будет чувствовать. Договорились? Итак, Лена, скажите себе, мне один день я вживотил свою маму. Нет. Один день вживотил свою маму. В этот момент к вам приходит Бог и говорит, дорогая Лена, в твоей жизни повысится так, что когда ты будешь беременна вторым ребенком, вы будете жить в другом месте, на съемной квартире, тебе эта квартира будет не нравиться, в ней будет мало места и будет очень душно. Будут висеть пыльные ковры и атмосфера будет угнетающая. Еще и муж будет в этот момент уезжать в командировки на заработки и ты будешь оставаться одна. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, самодостаточной, уверенной в себе женщиной, которая легко и просто вынашивает ребенка, рожает его. И это для того, чтобы твой ребенок чувствовал себя в полной безопасности, любимым, счастливым и абсолютно здоровым ребенком. Как состояние? Ну, дрожь у меня в ногах проходит. Да. спокойно. Да, так, спокойно. Я Ваня, я Ваня, пусть будет 4 года, как ощущение? Я Ваня, значит, да. Все спокойно. Хорошо, Лен, значит, наблюдаем за ребенком и через 2-3 недели напишите, как у вас дела. Прямо в директ. Поговорились? Угу. Все, пока-пока. Счастливо. Спасибо. Так, друзья, идем дальше. Идем дальше. Включу сейчас комментарии. Я подавал в августе. Иргламор. Так, сейчас посмотрим Валентину еще раз, потом Ирин вас глянет. Если с Валентиной получится, будет хорошо. Будет хорошо. Ждем Валентину еще раз. Попытка номер 2. Пока-пока тишина. Валентина такая же ерунда. Не подключает. Друзья мои, все, кто хотят принять участие в прямом эфире, позаботьтесь об интернете. Минимум 30 мегабит секунды должна быть скорость. Скачайте программу тестов и посмотрите, какая скорость интернета. Если она 5-10 мегабит, ну, будут проблемы. Если вообще 1 или 2 или 3G, ничего работать не будет. 30-40 мегабит, 50 лучше, тогда будет все работать. Так, Ира, Ира Гламор. Не помню, я вошли. Давайте вас возьму. Так, выпишем. а выпишем, то вас не подключает. Еще раз пробую. Нет, вас не хочет брать. Не знаю, почему. Так, добрый вечер. Добрый вечер. Так, давайте сейчас посмотрим список тогда, кто у нас там. Кто у нас новенький или старенький. Так. Так, друзья, давайте напишем, да, вот, напишите мне, кто точно год назад подавал заявку. Кто, кто вот год назад подавал. Сижу у вас на Wi-Fi. Давайте Ольга вас проверю. Ольга. Так. Так. А вот что-то Ольга вас и не ищет. Нет такого ник? Не знаю почему. Не показывает. Нет. Нет. 8, 7. Нет. Почему-то нет у меня в физку. То ли не с того аккаунта вы выдавали, то ли еще что-то. Месяц назад. Нету. Я в августе. Сейчас проверю. Потому что старичкам, ну, в смысле тех, кто долго ожидает, я отдаю приоритет. Так. Да, вы здесь. Сейчас я вас возьму. Давайте сейчас посмотрим. По хэштегу исцелим этот мир вместе находите пост с 14 мая 2019 года. Там написаны все условия. Вас, кстати, тоже вот сейчас не подключил почему-то. 55 светлана. Да, вот. Видите, вам Мария пишет. Прекрасно. Я в январе. Так. Давайте посмотрим. Санзунтова. Подавали вы ее или нет? Так. Да, есть такой ник. 53. Сейчас возьмем. 672-я в списке. Посмотрим, как у вас интернет работает. Здравствуйте. О, здравствуйте. Сейчас я камеру переделаю. Вы что, ее будете руками ремонтировать? Так. Как ее сделать? Что-то я даже не знаю. Ну, надо просто развернуть и все. Если у вас фронтальная камера включена, там есть сверху такая опция. Вот, кружки в левом углу на экране. Нажмите на них, и они перевернут вам камеру. О, господи, давайте я лучше так тогда. Ну, давайте так. Мы вас прекрасно видим. Лицо мне ваше кажется знакомым. У меня сестра. Ба, мы с ней похожи. Понятно. Как вас зовут? Меня зовут Олеся. Олеся. С чем у вас вопрос, Олеся? Ой, я уже даже не знаю, с чего начать. Давайте с главного. Так, ну, у меня полезли волосы. Так, давно? Где-то, наверное, год назад, я так думаю. Прямо моешь такие вот клочки-клочки. Так, выпадение волос. Вот. Потом где-то месяц, наверное, месяца два назад что-то в спине прям посередине на позвонках нажимаешь, больно стало. А последние две недели у меня так, что у меня? Руки трясутся в груди, когда больно. Потом в голове как-то туман какой-то. И прям такое полуумрачное состояние. Страшно даже выходить на улицу. Вы не выходите на улицу? Не знаю, зачем. Нет, выхожу, выхожу. Просто из-за этого карантина как бы все было до этого нормально, а сейчас какие-то все болячки повылазили. В башке, наверное, все. Наверное. Ну, они вам радость дают? Я смотрю, такая улыбочка у вас просыпается при упоминании о болезнях. Нет, мне просто это все как-то смешно, что это все вылазит. Так, ну, то есть... А у меня сегодня день рождения еще. Мы вас поздравляем. Растите большое, Олеся. Спасибо. Так, что из этого списка на самом деле от чего вы хотите избавиться, что беспокоит? Вот-вот последняя вот эта вот какие-то дрожь в руках, голова туманит и... То есть состояние такое не очень хорошее, полумручное. Вы в карантине работаете или нет? Нет. Дома. А до карантина? Ну, я живу в Китае, а вот у нас мы уже вышли с карантина. Да. То есть уже можно гулять, гулять, ходить. Вы с Китаем сейчас с нами разговариваете? Да, с Китаем. Ну, странно, потому что многие пишут, что в Китае трудности с Инстаграмом блокируют. Вот, 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 это моя сестра вам сегодня писала, говорила. То есть я с маминого телефона через VPN и сейчас ночь нормально выходит. Нормально, то есть там никакие эти хакеры местные не сидят, не блокируют. Так, и как он в Китае живет? Есть. отлично, мне очень нравится. Что там хорошего, кроме китайцев? Мне нравится окружение, все очень красиво, чисто, еда, какую хочешь, прекрасная. в каком городе вы живете? В каком городе вы живете? Цинхуандао. На море. В Байдаху, вы, может быть, слышали Цинхуандао. Недалеко от Пекина. Так, и что вы там делаете? Какая работа? Я работаю учителем английского. В китайской школе? В начале работала в школах частных, а сейчас как бы как репетиторство. Давно вы там? 15 лет. И все нравится? Все нравится. А не то, что как бы сказала все. По Китаю все нравится, но, скажем так, в этих, в личных отношениях, я здесь вышла замуж и развелась. Вот. И муж мне оставил как бы такой порез, скажем так. он что он сделал? Ну, как бы нажаловался так, что за мной как бы ходит по пятам полиция. Вы что-то украли у кого-то? Нет, ничего не украла. Это по документам, по визе. Сейчас у меня все нормально, как бы виза рабочая. Вот. Сделала свою компанию, то есть по документам как бы все нормально. Но они все равно не верят. Ну ладно, это вам разбираться уже там с этими делами. Надеюсь, вряд ли чем не поможет. У нас нет таких задач. Еще раз говорю, давайте вернемся к сути вопроса. Беспокоят тревожные состояния и голокружение на этом плане. Да, еще пульс очищается где-то, ну, мерю где-то каждый раз под 100-100 с чем-то. Ну, в нормальном положении. Потом само проходит? Или вы какие-то действия предприниматель для этого? Как-то проходит, лежусь, ложусь. Вот. Медитация ваша делаю месяца три, ну, с января. Вот, еще там стараюсь дышать, медитация, на дыхание сконцентрироваться. Ну, как бы весь день надо. Обычно где-то вот происходит это с утра где-то часов до 12. А потом отпускает? Да, потом отпускает. Итак, Алиса, ну, вспомните это состояние, которое у вас утром было. Этим или, как, может быть, неделю назад, которое у вас является неуправляемым и оно вас беспокоит. Как оно ощущается? Опишите. В груди как бы болит, трясутся руки, а в ногах как-то не очень и в голове там. Сколько лет вам сейчас? 39. 39. Давайте мы пойдем в прошлое и посмотрим, когда эти симптомы на самом деле прописались у вас в подсознании. Итак, сконцентрирулись на ощущении? Угу. Поймали его? Ну, есть. Скажите себе, мне 30. Есть у тебя чувства в теле? Мне 30. есть. 20. Есть. 10. Есть. Не один год. Не знаю, вроде бы нету. Ну, нет, три года. Пять лет. Восемь. Снова 10. Нету, мне кажется, даже сердце так слышу в наушниках. Тын, тын, тюшка, успокаивайся. Мне 15. что-то такое есть? Появляется. 18. Мне 18. Есть. Мне 16 лет. Есть один? Есть что-то вот здесь? Мне 15. 15. 15. Сколько процентов от первичного ощущения осталось в 15 лет? Немножко, немножко совсем. Один процент? Да, может быть, то есть вообще... Что такого в 15 лет происходило, кстати, с чего это ощущение стало у вас зарождаться внутри? Я вообще свое детство как-то не помню. Что происходило? В 15 лет вы начинаете это чувствовать. Что происходит? Ну, почему-то подружки выходят в голову. И что с ними? Вы делаете? Что происходит? Не хотят общаться. Да. То есть меня игнорируют? В какой ситуации они не хотят с вами общаться, а вы хотите? Что это было? выходишь погулять во двор, а не тусят, а ты как-то даже подходишь. Ну, то есть не обращают внимания. игнорируют. Это резко произошло или какая-то была ситуация до этого? Или это постепенно? Нет, не постепенно, прям резко. Почему? Что было такое? Что за ситуация была? С кем-то я с другим пообщалась, что они после меня не хотят общаться. После него, после этого человека не хотят общаться. Что это за человек был, с которым вы пообщались? Мальчики какие-то. Да. Вы их помните, этих мальчиков? Ну, тоже дворовые. Так. То есть вы что, с их точки зрения предали их? Нет. Потому что они, кажется, с ними тоже общались. Так. И что же в этом плохого? Вот, они общались с мальчиками, вы тоже с ними пообщались. Что тут дальше? Почему они перестали общаться? И как на вас это... Почему для вас это было ценно? Ну, общение, потому что больше вроде бы ни с кем не общались. Как бы там все в основном сели вместе? это, по-моему, подружки детства были, да? Угу. И как вы себя почувствовали в этой истории? Одиноко? Да, одиноко. Даже до сих пор это помню. Ну, естественно, что вы помните, если тревогу порождает. Ну, в принципе, да, постоянно, если когда кто-то что-нибудь безыследное исчезает, да, это тревожно все-таки. Отлично, Леська. Скажите себе, мне один день я уже хотела своей мамы. Как там вы себя чувствуете? есть немножко здесь. Ну, этот же чувствовал или другой? нет, как-то спокойнее. Спокойно, это другое ощущение, вспыхнуло и затухло. Итак, представьте, что в этом возрасте, когда вам всего лишь один день, к вам приходит муха и говорит, дорогая Лесь, в той жизни повысит так, что в возрасте примерно 15 лет с тобой резко перестанут разговаривать твои подружки. Хотя до этого у вас долго и счастливо развивались отношения, и ты почувствуешь себя абсолютно брошенной, одинокой, никому не нужной. Но это все к любви, к радости, к счастью, это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, самодостаточной, уверенной себе женщиной, которая живет на уровне безусловного любви, получает удовольствие от этой жизни просто так и без всяких условий. Это для того, чтобы открывшийся дар безусловной любви в этот момент стал бы управлять твоим восприятным будущим и предопределял многие события в твоей жизни. Это для того, чтобы ты себя чувствовал абсолютно счастливой, самодостаточной, уверенной в себе женщиной. Как ощущения? Мне пятнадцать. Я выхожу в облор, сидят мои подружки, знакомые, и вообще меня игнорируют. Да, и пусть игнорируют. Да. Не задевает уже? Как-то нет. Так. Возвращаемся в настоящий момент. Вспомните последний эпизод, когда у вас вот этот дискомфорт был эмоциональным утром. Ну, вчера утром. И как? Вспоминается? Не вспоминается. Не вспоминается. Прекрасно, Олеся. Этого достаточно. Понаблюдайте за собой. Конечно. Все в жизни. Вообще все просто. На самом деле. Человек привык заморачиваться. Ему нужно, чтобы было сложно, по-научному и так далее. Все же просто. Как вам записалось на прорыв? Прорыв? Отлично. Ну, ждем. Удачи вам. Спасибо. До встречи с прорывом. Друзья, благодаря Алисе напомню, что сейчас 8-го числа стартует курс прорыв в личной жизни. Это будет немного дополненный измененный курс. Мы каждый раз стараемся что-нибудь новое, интересное давать, свежее, актуальное. Поэтому, если вы еще на нем не были, или вы вдруг хотите повторить, welcome. По ссылке в шапке аккаунта вся информация об этом курсе. Еще есть возможность к нему присоединиться. Пойдем дальше. Сейчас включаю комментарии. Сейчас я включаю комментарии и жду отзывов, вернее, заявки от тех, кто уже давно подавал таковую. У нас еще 21 минут в эфире. Напоминаю, что сразу после этого эфира будет следующий эфир. Так. Давайте тот, кто уже год ждет, напишите. Я уже год жду. Я вас проверил. если вы там меньше, чем 600 номер вас какой-то. Я вас точно возьму. Так. Я прям спать захотел. Прекрасно. Я давно. Так. Олинка. Давно это когда? Год? Ну, давайте проверим. Олинка. Проверим. Так. Так. Ну да. Примерно так. Ну, я у вас была там на 4 минуты или 5. Это был экспресс. Очень быстро. Это было в августе, по-моему. Что вы за 4 секунды или минуты успели сделать? Ну, там так было быстро. Я очень волновалась. Я уже не помню. Хорошо. Что вопросы для вас? У меня очень... То есть постоянно возникает вот тревожность. И когда я волнуюсь, у меня прям всё трясётся. Руки, ноги. Там я начинаю заикаться даже немного. Но это с прошлого, потому что я маленькая заикалась. И очень часто нахожусь в тревоге. Вот постоянно мысляю вдруг что-то будет. Сейчас как-то с карантином я научилась думать о хорошем, что я... А раньше вообще у меня постоянно было всё плохо-плохо. То есть карантин в помощь? Да. Ну, я начала йогой заниматься, медитацией. Класс. Вот вы правильно поступаете, что в период домашней изоляции вы проводите время с пользой. Бегаю. Ну, в общем, пошла я туда. В парках бегаете где запрещено? Я сейчас в посёлке живу. То есть тут можно выходить, как бы можно... А вы в каком регионе проживаете? Кировская область. Кировская. Угу. Хорошо. Вот. И у меня бывает вот вроде всё хорошо-хорошо, бац, агрессия. На кого? На мужа. Вот прям. В основном? Ну, в основном, да. И что делаете? Бьёте его или орёте на него? Ну, это причина одна из всех. Это игры в танки. Так, он у вас танкист? Да, у меня танкист, я просто... А сколько ему лет? Ему 39. Почти 40 уже? Да. Мужчина, вам сколько, Оль? Мне 34. 34 года. Дети есть? Да, две девочки. Какого возраста? 13... Ой, так. 14 и 3 года. 3 года. 14-летний играет с папой вместе в танчики? Нет. Почему? Ну, она уже большая, у него уже там мальчики в голове. Слушай, папе 39, он ещё не вырос, что ли? Ну, у папы вообще, на самом деле, проблема такая. Я как вспоминаю, это было очень давно, как мы начали вот общаться, он бывало играл. Способ проведения досуга? Да. Окей. И вы орёте на него, потому что он играет, да? Ну, как бы, он вроде бы, знаете, как бывает, как-то он... В общем, я ему... Он, конечно, спрашивает меня, там можно я поиграю? Ну, как бы, с отношением вроде всё нормально, но я, получается, себя переламываю, как бы... Как же это правильно сказать? Иду ему на уступки, но потом это всё равно у меня всплывает. Так. А что можно такого сделать, чтобы... Вот давайте вот... Игромания. Очень частая проблема, которая есть в семьях, где люди до сих пор вот находятся в таких вот непростроенных до конца отношениях. Что можно сделать? Как вы думаете? Ну, договориться, наверное... О чём? Ты мне, я тебе или что? Ну, о личных границах, скорее всего, тут вот это. То есть ты берёшь компьютер, да, его выселяете куда-нибудь на улицу, и тогда границы соблюдаются, что ли? Ну, я ему уже сказала, там, возьми офис. Я там день будешь, чтобы я не видел. Дело в том, что мы с ним жили 13 лет, мы развелись, год же раздельно. И вот, получается, с июля мы снова живём вместе. Так. То есть отношения, они только ещё, скажем, налаживаются, что ли, и сейчас вот опять становится плохо. Ну, хотя у нас тема эфира про личные отношения будет через 15 минут стартовать следующий эфир, но чуть-чуть уделю это внимание, потому что это такая вот достаточно частая ситуация с семьей, когда люди приходят в тупике, что у одного тяга к алкоголю, азартным играм или играм вообще, а другой партнёр это не приемлет никак и не может найти никакого вразумительного контакта. Какой выход из этой истории? У меня у тебя ребёнок, у меня здесь. Ну, я понимаю, что я не могу как бы ему пойти, я не могу это понять. Если вы что-то не можете принять, вы можете это изменить? Изменить? Ну, могу отношение, наверное, к нему поменять, что ли. То есть я что-то не додаю, получается? Нет. Отрицая человека, говоря, что он плохой, да, вот он ужасен, в том, что он вот это делает, вы его сами дистанцируете от себя и начинаете по этому поводу уже раздражаться. За играми всегда другая история остаётся, всегда. То есть человек, уходя в этот виртуальный мир, компьютеры, иногда Инстаграм, иногда там Фейсбука, иногда мир игры, на самом деле получает эмоции, которые он не получает в реальных отношениях. Ну, в реальных, наверное, да, потому что мы вот только начинаем возобновлять отношения. Ну, что-то 13 лет пытаетесь там возобновить? Ну, да. Какой выход? Какой выход? Принять только, наверное. И дальше что? Ну, если, опять же, я приму, это я себе солгу. Ну, то есть я внутри себя не принимаю это, потому что у меня осталось прошлого. Что осталось? Ну, вот эти... Мы развелись, потому что он играл, там, финансовое положение вообще уже было, ну или он работу потерял. Так. Вот на этом фоне. Потому что как только я сейчас слышу про игру, у меня прям все внутри там просыпается, я в ярости. Возьмите, поиграйте с ним как-нибудь. Ой, да я уже думала. А вы попробуйте. Вдруг понравится. Рубанетесь часочек там второй. Ну, как-то игры не для меня, я лучше... Вдруг понравится. Найдите другую игру. Я просто о чем говорю, да? То есть у вас нет контакта вообще, да? Вот с точки зрения близости эмоциональной. Для него ближе танки, которые как-то там перемещаются по виртуальной плоскости. Он там живет. А вы живете в своем мире и дистанцированы от этого. Для того, чтобы изменить отношения, их надо принять такие, какие они есть и начать видеть то, что там может быть нового, интересного, совместного может быть. Возможно. Начиная от спорта, продолжая каким-то хобби вне дома. путешествия, секс. Понятно? Ищите это. И оно 100% есть. Уверен, что вашему супругу 100% что-то интересно помимо его танчика. Можно еще вопрос? Да мы его сейчас особо не поработаем. Ну, давай сюда. Я вот в поисках себя я подняла работу и я сейчас снова ищу себя, пытаюсь найти. Ну вот. И не понимаю, что мне надо. Какая-то я потерянная. У вас та же проблема, что и у вашего партнера. Да? Ну, он-то нашел свое дело. Он-то сидит, работает. В танчиках? Нет. Он на бирже. Ну, то же самое. Играет. Ну, получается, да. Получается, да. То есть он уходит в виртуальный мир и с точки зрения заработка, и с точки зрения развлечений, где нет каких-то ситуаций, которые его напрягают. Ну, да, возможно. Ну, что, денег-то заработает? Он там зарабатывает. Ну, да, начал зарабатывать. Хорошо заработал? Ну, он только начал, он только еще учится. Ну, как бы сейчас, несмотря на то, что основной работы пока нет, все остановилось, ну, мы же вот на эти деньги. Так. Ну, то есть прогресс есть? Ну, да, да. Есть. Вот, а я сейчас себя ищу. Я не понимаю, что мне нужно. И, в общем, как вы чувствуете? Что я чувствую? Научиться любить мужа таким, как он есть. Это первая задача, которая у вас под носом лежит. Это раз. Во-вторых, перестать его осуждать за какие-то прошлые поступки, тем более, чтобы вы не понимали их мотив и, на самом деле, выножили только, собственно, обиду и дистанцию между вами. Это два. То есть женщина для того, чтобы найти свое предназначение, она должна чувствовать себя женщиной. А если вы себя загнали сами, да, что вы ощущаете себя несчастливой, непринятой, непонятой и так далее, это уже в каком-то смысле ваши проблемы. Понятно, что партнер не идеален, понятно, что он не гений, так сказать, семейных отношений, но тем не менее, вынося это прошлое в настоящее, вы начинаете копить у себя склад негативных чувств в отношении к собственной жизни. И это на вас давит и все сильнее и сильнее. И вот эта тревожность, про которую вы стали говорить, когда вас она накатывает, это все результат накопленных негативных переживаний, которые надо просто себя стряхнуть. Как? Как вы чувствуете вот эту тревожность от того, что в семейной жизни есть хронический конфликт? Мы не понимаем друг друга. Ну вот в сердце. Так. Вот эти симптомы, на которые вы жаловали, когда руки-ногие трясутся, появляются в этот момент? Да. Насколько сильно? Голову как-то вверх поднимаются. Так. И что с руками? Руки отпускают, вот идет в сердце, но и наверх, вот на голову. Так что дальше происходит? Симптом. Голова начинает болеть. Муж играет в танчики. Пятый час. Целую субботу, прям с утра до вечера. Как ощущения? Что с этим происходит? Ну, раздражение. Как вы чувствуете? А в теле? Да? Ну, вот в сердце. Ну, какое-то давление, что ли. Так. Зафиксируйте это ощущение, вот эти вот, которые у вас стали появляться на фоне воспоминаний. Мы, понимаете, в прошлое посмотрим, когда на самом деле эта вещь образовалась. Скажите себе, мне 30 лет к общению. Мне 30 лет. Да. Есть. 20. Многие трясутся, есть. Так, 10. Есть. Мне один год. Есть, но не так много. Мне один день я вживотил свою маму. Отпустила. Отпустила. Мне один месяц я вживотил маму. Отпустила. Два месяца. Отпустила. Три месяца. Отпустила. Мне девять месяцев. Не чувствую. Мне четыре месяца после рождения. Такое волнение нарастает. Нарастает. Мне два месяца после рождения. Сердце начинает ускоряется. Один месяц после рождения. Это только первый месяц. Как ощущение? Так же сердце. Девятый месяц беременности. Как ощущение? Так же. Так же. Восьмой снова месяц в животе у мамы. Тоже вот волнение поднимает. Так. Третий месяц беременности. Как ощущение? Отпускает. Отпускает. Шестой месяц беременности. Не чувствую. Восьмой месяц беременности снова. Ну вот потихонечку так появляется. Появляется. Что такое в этот момент происходило в жизни у ваших родителей, конкретно вашего мамы? Кстати, чего это ощущение стало у вас появляться? Ну, я родилась семь месяцев. Так. Семи месяцев. Почему? Потому что мама подняла мешок с чем-то. Сахаром, по-моему. И вот на этом фоне. И плюс она еще со мной ходила двенадцать часов без вод. вот я так долго я была без воды. Что и говорили в этот момент. Что и говорили? Иди быстрее, твой ребенок умрет, что-то там так долго ходишь. кто говорил? Бабушка. И вот когда вам мама рассказывала о этом периоде, как у нее эмоциональная состояние была? Тогда она была вечно в работе, даже в семействе она работала. Ну вот когда роды начались? У них там с папой были нелады. Какие? он ее бил на протяжении очень многих лет. Даже когда я уже взрослая была. А когда вы вот там были у мамы в животе, вот самый последний там седьмой месяц беременности у вас, как там была ситуация, когда вот эта тревога стала появляться? Ну вот на фоне там был напряг вот с бабушкой. Вот что вы лично чувствуете, когда вот это чувство просыпается? Сейчас вот я и говорю, что с бабушкой напряг какой-то. В чем он был напряг? Что-то говорила ей, учила ее, ей это не нравилось. Они так как жили вместе. Вот это вот идет. Вот это ощущение с кем больше связано? С папой или с бабушкой? Или с тем, что преждевременные роды начались? Вот сейчас больше с бабушкой что ли. Что бабушка в этот момент говорит, и я это чувствую? Ну, она как бы ей как будто бы жить спокойно не дает. Чем? Ну, вот ворчанием своим. Чем? Недовольством? Чем? Она недовольствовала? Что она там что-то делает не так по дому. Так как это и бабушкин дом, они вместе жили. Вот это вот идет. Это почему когда мама была вами беременной, вы только родились, это все усилилось? Или стало проявляться? Ну, может быть, она не успевала что-то делать по дому. Вот это вот идет. И долго жили с бабушкой потом? Ну, до шести лет. Мне было шесть лет. Уехала. То есть, смотрите, какая штука. Вы родились в условиях, когда ваша мама имела конфликт с ее матерью, с вашей бабушкой и с отцом. Мама, которая сейчас, вернее, бабушка доминирует над этой историей, она была недовольна вашей мамой. И мама в этом стрессе жила. Что у вас в жизни происходит? То же самое. То же самое. То есть, это так называемый период программирования, когда стратегия жизни у человека запечатлевается в его подсознании, когда как бы сознания нет, но ощущения уже есть. И эти ощущения вы запоминаете, и для вас семья ассоциируется с тем, что там люди вечно друг другом недовольны. Только у вас, допустим, не мордобой, как у родителей, и злая, так сказать, мама, ну, бабушка, а просто танчики. Да. Понятно? А сюжетная линия внешне меняется, а сценарий, накал его, суть процесса остается одна и та же. Ну, да, вот иногда просто ни с того ни с чего такие чувства вылазят. Просто я сама... Окей, давайте это отрабатываем. Скажите себе, Оля, мне один день я вживотила свою маму. Не один день я вживотила свою маму. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Оля, в твоей жизни получится так, что тебя мама родит 7-месячной, и у нее будет в этот момент конфликт со своей матерью, она будет ей постоянно недовольна, и будут конфликты с отцом, вплоть до мордобоя. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал абсолютно счастливой, самодостаточной, уверенной себе в будущем женщиной, которая чувствует себя прекрасно, которая легко и просто создает счастливые семейные взаимоотношения, наслаждаясь каждым мигом своей жизни просто так и без всяких условий. Как ощущение? Такое ощущение, что у меня что-то с меня вот сходит. Да. Какие-то... Не знаю, даже не объяснить. У меня даже не мурашки, а что-то вот тут прям сползает с меня. Как самочувствие? Угу. У нас одна минута буквально осталась, сейчас морг неожиданно закончится. Муж играет в танчики, как себя чувствует? Нормально, нету. Готова ему делать массаж, когда он играет в танчики? Да, верно. Ноги мыла, попробую еще. Ноги мыли? Хорошо. Теперь можно и массаж туда подключить. Угу. Ну все, Оля, удачи вам. Спасибо вам, огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, друзья, будем завершать. Осталась, ну, может быть, еще одна минута, пока таймер не включился, может неожиданно закончится эфир. Я напоминаю, что завтра, ой, не завтра, через буквально там минуту, после окончания этого эфира будет новый эфир, который называется «Сила безусловной любви», где мы разбираем проблемы в личной жизни. А так, я стараюсь сейчас по средам проводить эти эфиры из «Серим этот мир вместе». Также по вторникам бывают эти же эфиры у меня, но уже в клубе, поэтому, кто не в клубе, welcome, жду вас там. Все по ссылке и шапке аккаунта, вся информация есть. И 8 числа стартует тренинг, который называется «Прорыв в личной жизни». Буду вас всех рад там видеть. Давайте, может, еще один вопрос, если эфир не закончится. Пока таймер не включается, но может неожиданно закончиться. Сейчас можно больше часа, да, что-то поменялось в инсте. Вчера в клубе Виолу таймер мне показывался. Здесь не показывается, но пока работает, посмотрит. В любом случае, все равно перезапущу, чтобы на запись отправить. Мужчина поправлять с каждым днем это может быть стресс. как им помочь. Может быть, ну, во-первых, даже сам этого хотеть и понимать, что у него проблемы с весом идут. И тогда их можно проработать. Хотим на следующий среду выбрать меня. Постараемся. Грыжа поясничного отдела, позвоночник, какая психосоматика, какая-то тяжесть жизненная, которая взвалилась вам на плечи. Очень часто там проблемы в личном плане это выражается здесь или с финансами. Да, новости сегодня. Ну, прекрасный инстаграм, видите, расширяется. Можно сколько там часов эфира вести? Вроде полтора часа. Так, зрение минус 8 ухудшается. Ну, давайте на вопросы подключай тогда, ладно, если так. Так, у меня даже супруг решил купить мне посох. Мы смотрели на вашу супругу в период тренировки. Классно. Ну, этот посох называется бо, это такая же деревянная шесть, которую можно вращать в разные стороны, делать балансы, и это очень хороший энергетический такой аккумулятор, который это притягивает. Так, дальше идем. И можно с ним работать. Так, аминария молодой девушки. Надо смотреть. Мема в области почек. Как в области почек, может быть, мема? Мема в матке бывает. Ну, может быть, там в мышце схожей, которая рядом с почками находится. Так, расскажите про влечение сжатого мужчины. Ну, это будет в следующем эфире, когда вы зададите заново этот вопрос, я на него отвечу. Так, он говорит, первый год позови, хотелось бы работать с вами. Это надо будет тогда прорабатывать. Так, второй час переходит эфир. Да? Ну, вчера мне этого не было, этой функции. Так, боли уже месяц, волевые части живота, что может быть по психосоматике. Вот когда такие неопределенные боли, всегда надо сначала идти к врачу, а потом уже делать какие-то выводы. Так. Как расстаться с мужчиной, который... Это в следующем эфире. Соматику отцетона у ребенка. Ну, то есть у него диабетная инсахарная. Поэтому у него... Болезнь Бектерева, да, такая штука. Это аутоиммунный процесс. За этим вот у меня было несколько клиентов, и результат хороший, даже с одного сеанса. Это всегда результат травмы наезда на себя. То есть чувство не себя виноваты в чем-то, да. Чувство вины за вот такими штуками стоит. Где можно учиться так диагностировать? Ну, во-первых, надо иметь базовое профессиональное образование. У меня оно врачебное и специальность психиатра, психотерапевта, сексолога. Это раз. Потом желательно много заниматься тренингами, чтобы вы были чувствительны. В-третьих, учиться у мастеров, у которых много, да, не только я один. И тогда у вас родится представление о том, что вы можете и будет получаться. Так, истощение яичников. Так, так, как говорится, человек, друзья, по отношениям в следующий эфир будет. Ну что, давайте, может, кого-то еще возьмем, проверим, как Инстаграм теперь больше часа работает. Ну, кто хочет, вот сейчас первый напишет, проверяю и сразу беру. кто, как говорится, бледет в это время как раз на лицо по психосоматике. Давление, может, сейчас повышено. Можно самостоятельно делать прогресс, сколько это эффективно. Можно, если вы доверяете себе и тренируете. Ох, какой вы уже психиатр. Вы много их знаете? Так, возьмите меня. Давайте сейчас, проверим вас. Кто создал тебя таким? Попробую посмотреть ваш книг. Если вы здесь есть, тогда я возьму. Так, там S у нас идет. Да, есть, вы 667. Правильно? Давайте возьмем. Пока все работает. Друзья, только в момент того, когда я работаю, я выключаю комментарии, потому что они лицо героя сейчас там закрывают. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Юлизавета. Слушаю вас, Елизавета. Артем, у меня такая проблема. У меня минорея. Так. Она получается в 2016 году целый год у меня вообще ничего не было. Вот. Потом в 2017, как только у меня появился молодой человек, у меня сразу все возобновилось. Так. Да. Потом мы через месяц расстались и все опять заново. вот. И так вот получалось до 2018 года, пока я не встретила своего молодого человека. И стало абсолютно все хорошо. Так. Вот. но потом он меня бросил. Так. стало просто вообще вот месяц идет, потом не идет. Потом он возвращался ко мне. Все опять налаживалось. А теперь опять все. Елизавета, у вас какой-нибудь гинеколог смотрит? Доктор? Да. Что он с вами делает? Посмотрели мне. Мне вообще сначала сказали, что это причина в том, что нет половой жизни. Интересная причина. Да. Потому что по анализам все хорошо. Вот. Да. Потом вот когда я говорю у меня вот парень появился, у меня все наладилось. И вот сейчас после нашего разрыва отношений у меня помимо этого добавилась спина. То есть я совершенно не могу держать осанку. Вот. Как будто бы даже вот полчаса я не могу ровно прям просидеть. Вот. Вот. И я заметила, что это было именно после нашего расставания. И вот сейчас у меня опять такая проблема. Понятно. Ну, то есть получается с точки зрения традиционной гинекологии они либо гормонотерапию вам предлагают, либо дают психологический совет «Заведи себя любовником». Да. Так. И типа будет те счастье. Да. Ну, я не осуждаю докторов, я рассуждаю просто. Потому что в моей клинике доктор-гинеколог всегда работает в паре сонной, когда вот такая проблема есть. Или у всей команды если какое-то тяжелое заболевание у человека есть. Понимаете, да? да? Да, я понимаю. Просто я не ощущаю, что у меня есть какие-то проблемы именно со здоровьем. Я прям чувствую, что это у меня что-то в голове, но... Ну, кстати, что настолько вы влияете сами на свое здоровье, что управляете своим циклом. Возможно. Не контролирует процесс. Ну, вмешиваетесь в этот естественный биологический ритм, который обычно у женщин там в 28 дней, но у вас все по-другому. Да. Так, сколько вам лет, Елизавета? Мне 23. 23 года. Так. Еще что-то хотите добавить? Да, я хочу добавить, что помимо вообще вот именно проблем со здоровьем, я вот прям ложусь спать и каждый день у меня вещи и сны. Так, интересно. Они меня очень-очень сильно мучают. Что снится? Мне снится в основном это отношения с людьми. С какими? Которые в моем близком окружении. И еще год назад я заметила, что, например, если человек мне мало знаком, но у меня будет какой-то с ним физический контакт, то есть, например, там вообще просто я за руку могу подержать, он начинает мне сниться, как будто он входит на мой план. Я и в церковь ходила, потому что меня эти сны, они очень сильно мучили, мне снятся в основном только плохие вещи, которые сбываются. Вот хорошего очень мало. в основном это если вот прям я, конечно, беру личную тему, потому что она меня очень сильно сейчас напрягает, и вот я прям ложусь, я прям смотрю, что он мне говорит, как он со мной поступит, и в мелочах, и в крупных таких вот моментах. И наше расставание за месяц, мне это снилось, и я проснулась в такой истерике, что у меня мама пришла и спрашивает, что случилось, может быть, вообще даже не поняла, я говорю, ты представляешь, он меня бросил во сне, и говорю, какими словами, и это все сбылось через месяц. Да. Вот. Лен, а были такие сны, которые снились, яркие, но они не сбывались? Нет. Все сбывается всегда? Вообще все, у меня даже была тетрадь, я ее вела с 2016 года, я сначала записывала, какая луна, в каком знаке, вот, и потом, когда я уже просто уставала писать, я опять забрасывала, вот. А луна в знаке, это на что влияет? Я не знаю, на что это влияет, я просто думала, может быть, это будет, ну вот, я найду сама закономерность этому, но я не нашла ее. Закономерность к чему? Что, вещи сны снятся? Ну вот, я думала, например, если вот, раньше мне снились сны не каждую ночь, то есть, я думала, если, например, будет растущая луна, и я буду следить за тем, что сбывается, что нет, вот, вот, но, как бы, закономерности я не нашла, просто ввела эту тетрадь. Вот, а люди снятся или события помимо вашей воли? Да, то есть, я об этом не думаю, я практиковала, вот, например, там, загадывала что-то, да, то есть, какую-то определенную ситуацию, какие-то люди, мне не снятся эти события, мне снится тогда вообще что-то противоположное. Например? Потом, ну, вот, например, я загадывала, там, какая у нас будет семья, там, или, например, я хочу перейти на новую должность на работе, а снится просто там вообще какие-то вещи совершенно не связанные. Лиза, вы можете, у вас вай-фай, да, или сотовая связь? Вай-фай. Да, плохо очень картинка у вас стала держаться и чуть-чуть подвисла на какое-то время, и так я вас слышу хорошо, но рябь присутствует, то есть у вас нечетко картинка передается, к сожалению. Просто если есть возможность сесть ближе к роутеру, где сигнал будет лучше, это было бы здорово. Да, сейчас. Давайте. Я пересела. Пока без изменений, но главное, что слышно. И как-то, как-то видно. так, и что со снами хотите сделать? Со снами, я не знаю, мне кажется, что это нужно просто принять, и я в них, почему, очень сильно расстроена, потому что я чувствую, что очень много энергии уходит на них, и я просыпаюсь уже в плохом настроении. И вот именно на последние мои отношения они очень сильно сказались, потому что я просыпалась каждую ночь, он мне что-то там говорил, делал, и это все сбылось. Я понял. И, Жая, скажите, вы одна мама? Что-что? Вы одна мама у своей? Да. Папа, где ваш? Он с нами не живет, я с ним в очень плохих отношениях. Почему и как давно? Не живет он, ну, мама с папой в разводе, это было, когда мне 10 лет исполнилось, то есть 13 лет назад. В один, он женился на другой женщине, ну, там не в скором времени, конечно, и с ним что-то, я не знаю, произошло, он начал судиться с родителями за недвижимость, со своими родителями. Со своими, да. Да. После смерти его родителей бабушка с дедушкой оставили мне квартиру, но тут была только часть, и одна четвертая была его. И он начал судиться со мной, я ему заплатила за это полмиллиона, ну, влезла в долги, и сейчас он подает вот на меня в суды, вот, например, он заплатил когда-то там за газ, то есть эта сумма ну, одна тысяча рублей, он хочет ее через суд. То есть вот по всяким мелочам он меня как бы цепляет, и все это через судебное разбирательство. Зачем так происходит? я не знаю, но у меня сейчас на него нет, ну, я не в обиде. А мама? Мама очень спокойный человек, она вообще нейтрально к этому относится, но она переживает за меня, вот, но она знает, что я как бы в обиду не дам себя, поэтому мне кажется, она спокойна. Ну, хорошо, ладно, итак, вернемся к нашим баранам, да, то есть проблема в том, что с циклом вот такая чекарда происходит, плюс вас беспокоит то, что снятся вещественные, вы этим не управляете процессом. Да. На самом деле любыми процессами сновидения можно научиться управлять, просто требует некоторого времени. То, что вы их видите и события сбываются, это хорошо, это говорит о том, что у вас открыта интуиция, у вас как проходной двор. Вот зашло все что угодно, да, и, ну, не что что угодно, а то, что вас максимально беспокоит, и вы, как правило, эти тревожные штуки видите. Но можно себя натренировать так, чтобы видеть информацию более интересную, и еще следующий этап работы со снами, это когда во время сна вы моделируете ту реальность, которую вы хотите видеть в жизни. То есть, если мы воспринимаем информацию, мы ее видим, чувствуем, мы можем точно так же ее отправлять. Человек это приемо-передающие устройства. Как антенна. Услышали суть? Да, я поняла. Ну, что? Ну, это нужно как-то постоянно практиковать? Ну, какое-то время да, потому что, если хотите, чтобы у вас эти мышцы стали двигаться, их нужно тренировать. Представляете, вы там не двигали ногами лет 10, да, вообще, вы же не встанете на них, как космонавты, которые с космоса их приводят, им тяжело вначале не ходить, не привыкли к этому. Здесь тоже самое, требуется тренировка для того, чтобы канал, который работает, он бы был у вас, как сказать, под вашим чутким руководством, а не потому, что туда заходит все кому-нибудь попыли. Я поняла. Я еще, когда вам задавала вопрос в комментариях на одном из эфире, вы сказали, что нужно прежде чем засыпать, видеть себя, каким ты проснешься, то есть, там, в хорошем расположении духа. И вот, после этих слов ваших, я четыре ночи не видела снов, и для меня это была радость. Ну, эта техника связана с программированием состояния, чтобы действительно человек восстанавливал сил, потому что некоторые пережевывают те впечатления, которые они накопили за жизнь. И вот это как заезженная пластинка. А у вас тоньше процесс идет, вы видите информацию, которая будет о будущем. Но можно на нее влиять же, на самом деле, то есть, не на людей, которые вам придут, а на свое личное будущее. То есть, мы имеем право вмешиваться и создавать себе будущее, которое мы хотим. И сделать это сложным процессом. Поэтому, перед засыпанием, вот вам, и, может быть, тот, кто слышит меня, кто на курсе не был у меня по интуиции, но хочет этому научиться. Надо четко себе давать программировать себя, давать установку, что во время сна я там решу такую-то задачу. Вот я это, вот не знаю как, но вот она там будет решаться. Я знаю, что мое подсознание меня слышит в этот момент, и оно знает, как ее решить. И тогда я буду тут что-то делать. То же самое, если вы хотите развивать свою интуицию в плане прогнозирования не только там своей личной ситуации, а общественной, когда нам коронавирус закончится, когда вот это произойдет, куда деньги вкладывают, такие какие-то вещи, в том числе для себя, ничего плохого этого нет. Вы все прямо даете на ночную установку, я буду спать, и во сне мне придет ответ на какой-то вопрос. Либо я проработаю такую-то ситуацию. И прямо вот уговаривать себя, то есть вот назидать, как вот это, вот вы, это ваш ребенок, то есть обращаясь к себе, к детскому состоянию, и вы его программируете, задаете ему задание с любовью к себе о том, чтобы вот это, чтобы происходило. И тогда вся энергия сна, которая у вас присутствует, будет направлена на созидательное поле. Понятно, да? А теперь мы с вами поработаем с вашим циклом, который проиграет. Итак, вы одна, вот давайте вспомним последнее расставание, которое произошло. Как вы это чувствуете? А можно я еще дополню? Дополньте. У меня, знаете как, он когда со мной расстался, он потом очень сильно меня возвращал всеми способами, и я вернулась. Потом, и как бы у нас же уже запланирована была свадьба, и после того, как мы второй раз вместе воссоединились, он бросил меня еще раз. А сейчас он опять меня преследует, и преследует просто вот утро, вечер, родители, дом даже вот пытался вскрыть. То есть, я понимаю, что я люблю этого человека очень сильно, но с вот этими моментами как-то смириться мне очень тяжело, и я с теми, ну, как он со мной поступил дважды. Он не с вами поступил, он с собой поступил. А вы со мной поступаете вот так нехорошо за счет собственных реакций на это? Наверное, но я еще, знаете, я не знаю, правильно ли я решение вот приняла, что, ну, как бы оборвать эти отношения и все. То есть, даже вот он стоит, там дежурит, ну, не обращать внимания. Вот это вот, я думаю, это правильно ли мое решение? Ведь я люблю. Лиз, у вас сейчас решение должно быть такое, вернуть свое здоровье, которое вы потеряли в результате вот такой ненормальной личной жизни. Это самое главное решение. А когда вы будете стабильны, спокойны, любить себя, верить и получать от этого огромное удовольствие, когда вы разберетесь со своим отцом в глубине своей души, тут реально этот клобочек надо рассосать, потому что, скорее всего, сейчас мы пойдем посмотрим, да, есть ощущение того, что вы как бы беззащитный, когда папа ушел и с ним еще вот такое напряжение есть. Поэтому, когда появляется какой-то мужчина у вас рядом в поле, ну, с вами живет, да, у вас возвращается вот это ощущение защиты. И вы тогда начнете себя чувствовать полноценно. Как только вас бросили, ушли, это все старое воспоминается. Просто у меня и когда родители жили вместе, у меня с ним не было близких отношений. Это понятно. Давайте над этим поработаем, Лиза, потому что это важно. То, что если ребенок чувствует, что мама и папа его любят, несмотря на то, что у них может быть дурацкие отношения или еще что-то происходить, он поддерживал этим чувством, у него тогда целостное восприятие себя в этом мире, потому что именно отношения родителей и формируют вот эту оболочку нужности. В основном так происходит. Если вдруг она разрушилась по каким-то причинам, то она разрушается в самооценке очень сильно, и потом человек пытается загладить эту боль в других своих уже взрослых отношениях, и это что-то как-то не работает. Глубоко. Я поняла. Вот так вот. Итак, вот этот молодой человек вас бросил в очередной раз. Как я это чувствую? В своем теле? У меня жар по всему телу и такая боль, которая вот... Где болит сильнее всего? Живот, грудь. Так. И когда вот второй раз второй раз он ушел, я не выдержала, я почти вены порезала. Вы хотели жизнь, самоубийством закончить? Да, я вообще не видела жизни без него. Ну, Лиз, такая фигня, а вы начали так сказать себя так вести. Я не могу. А? На тот момент казалось, что это очень ценно. Да, то есть это вот... Окей. Лиз, давайте от слов делаем, потому что вдруг если полтора часа, то сейчас закончится неожиданно. Да, да. Надо с вами успеть проработать. Итак, сконцентрируйтесь на этих ощущениях, которые в малом тазу у вас возникли, судя по всему, и в районе груди. Почувствовали? Пойдем в прошлое посмотрим. Скажите себе, мне 20 лет. Есть это ощущение в вашем теле? Да. 10 лет. Даже сильней. Мне один год. Есть. Ни один день я в животе у своей мамы? Да. Что это чувство? Папе или маме? Мамина. Мама как зовут? Татьяна. Сколько был у Татьяны лет, когда вы родились? Почти 26. 25. Я мама Таня, мне 25 лет. Как ощущения? Дрожь. Я мама Таня, мне 20. Есть. 10. Тоже. Один год. Есть и прям сильнее. Не один день я в животе у своей мамы. Уже спокойствие. Порошло все. Да. Ваш выдох, который... Об этом сказал. Оно есть, но не так сильно. Сколько процентов осталось? 30. 30 процентов осталось. Ну ладно, давайте глубже посмотрим. Чье это ощущение у бабушкина или дедушкина? Бабушкина. Как бабушка зовут? Мария. Сколько было Марии лет, когда родилась мама? 33. Я Мария, мне 33. Смотри, как ощущение? Спокойно. Прошло все? Не все. Сколько процентов осталось? 2. 2 процента? Угу. Ну совсем чуть-чуть. Ну все-таки это вот началось тогда, когда ваша бабушка Мария узнала, что она беременна вашей мамой. Что в этот момент происходило в жизни у бабушки Марии? Ну и у вашей мамы, когда она была внутри в один месяц? Очень суета. У бабушки с дедушкой было трое детей. Свой дом, бабушка все на себе. И когда узнали вот про третью беременность, меня просто мама про это всегда говорила. Так, что там было? Как потянуть еще третьего ребенка? Так. Ведь, ну, плюс у бабушки нашли опухоль мозга. Во время беременности? Уже когда маму она родила. Так. В общем, суета такая прям вообще. И вот это ощущение связано с тем, что вот такая была ситуация на момент беременности. Нежданчик ваша мама, да? Угу. Ну да, наверное. Так. Плод неожиданной любви между двумя партнерами. Ну, супругами. У которых уже двое детей было. И понимаете, да? То есть вот ненужность себе ваша мама ощущает. То, что вот она не к месту, не вовремя. Тяжело нам. Да, возможно. Так, давайте это отработаем, потом посмотрим, как будет ощущение. Скажите себе, я своей мамой Таней мне один день в животе свою маму. Как там ощущения? Есть переживания, но только в животе. Вверх не идет. Вверх не идет. Но они остаточные уже. Итак, в этот момент представьте, что к маме Тане приходит Бог и говорит, дорогая Таня, твоя жизнь не получит так, что родители будут тебя не ждать, они не будут психологически готовы к твоему появлению на свет. Ты для них будешь тяжелой ношей, которую им придется выбрать. Но все это к любви, к радости, к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, самодостаточной, уверенной в себе в будущем женщиной, которая радуется каждому мигу в своей жизни просто так, и в всякие условия. Это для того, чтобы ты себя ощущала самодостаточной, счастливой и уверенной в себе женщиной, которая легко и просто выстраивает гармонично счастливые семейные взаимоотношения и у которых дар безусловно любит просыпается и передается всем ее потомкам. Как ощущения? Все прям колышется вообще прям в каждом, в каждой частице тела. Так. Что это за ощущение? Это как будто я пришла с холода резко в тепло. Так. Стряхивается такое напряжение? Да. Сильно-сильно. Так. Даже в ногах в основном. Прекрасно. Что дальше происходит? Вот голова как будто, знаете, такая чистая, а тело еще дрожит все. Ну, надо время переработать этот стресс, который спрятался внутри вашего тела. А сейчас он выходит наружу. Поэтому вот эта дрожь, это если вы занимались бацигуном, то вы бы это почувствовали, что когда человек начинает с энергопрактиками заниматься, его трясти начинает немного, но в теле. На душе хорошо, а тело трясет. Это просто... Вот, да, у меня прям трясется даже, наверное, телефон. Открываются вот эти энергетические каналы и тело восстанавливается. Потому что когда энергия через тело начинает бродить, вначале это вот так потрясает, а потом просто как будто ты энерджайзер заряженный. Да. Итак, вспомним последний эпизод. Вас бросает этот ваш товарищ. Как сценик? Меньше трясет, но трясет. Что с этим ощущением происходит? Они уходят, они у меня вниз спускаются к ногам. Так, дальше. Подоблюдайте. Вот уже 29 минут, сейчас, видимо, закончится эфир. А вот все равно в животе вот это все осталось. Осталось еще? Да. С чем это ощущение связано? Я не знаю. Сконцентрайтесь, пока эфир работает, будем работать. И потом может резко закончиться. Я потом перепротучусь, если что, вас опять возьму. Так. Скажите себе, мне 20 лет. Это ощущение остается? Да. 10. Нет. 15. Вообще нет. 18. Тоже. 19. Чуть-чуть начинает. Появляется. Что такого в 19 лет стало происходить? То есть, от чего это ощущение стало появляться? В 19 лет я рассталась, ну, так скажем, своей первой любовью. Так. И как вы это почувствовали? я его вспомнила. Так. По вашей инициативе расстались? Или по его? Да. Да, к сожалению, да. А что там такого было, что побудило вас к этому? Вы знаете, вот первый молодой человек и второй – это два абсолютно одинаковых, как будто человека, только разные тела и имена. Так. то есть, это тотальный контроль вообще во всем и везде. Я не знаю, я устала. Что конкретно вызвало вот это желание дистанцироваться? Чего вы испугались? Что связано с этим ощущением? Я испугалась того, что на всю жизнь я буду с ним прикована и все. И ни с кем больше даже общаться не буду. То есть, он манипулировал вашим временем, туда не ходи, это не делай, сиди со мной. Он, да, но он не запрещал, но это было как бы вот постоянно. И одним из факторов уже он опять залез в телефон, все там проверил. И я просто вот говорю, я вот устала. То есть, я не к кому-то уходила, я не с кем-то познакомилась. Я просто вот устала и все. Окей, давайте это отработаем, эту боль, и потом посмотрим, что будет происходить. Итак, скажите себе, мне один день я взвозил свою маму. В этот момент снова приходит ко мне Бог и говорит, дорогая Лиза, в твоей жизни повысит так, что ты в 19 лет будешь расставаться с первым новым человеком, который будет тебя тотально контролировать. Это залезать в мобильный телефон, указывать то, что тебе делать, и тебе будет очень некомфортно, и ты решишь с ним завязать отношения. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя абсолютно счастливой, самодостаточной и уверенно в себе почувствовала. Это для того, чтобы в тебе открылся дар безусловной любви, который тебе бы указывал, что тебе на самом деле надо делать, и ты бы своей интуицией бы слушал лучшее решение для тебя самой. Получая от этого огромное удовольствие и наслаждение. Как состояние? Ну, тоже трясет меня. Трясет. Как внизу живота? Больше где сердце. Так, внизу живота как? Так же, так же. Не поменялось. Не поменялось. Ми-19? Уходит. Понаблюдайте за этим. Просто во время нужно больше. А у нас, к сожалению, оно ограничено. Итак, Лиз, что я вам рекомендую? Вот технику, которую я вначале объяснял, работать с собственным подсознанием, просто начать их себе применять, и вы закрепите это свойство, когда вы сможете моделировать свою реальность. И, может быть, у вас несколько месяцев на это уйдет, но вы этого результата точно достигнете. И потом, если у вас какая-то проблема будет возникать, ведь как человек, когда у него сложности, он пытается сходить к врачу, он пытается читать книжки, слушать интернет или еще какие-то вещи смотреть, и часто не находит ответа на вопрос, потому что он не видит самого себя в системе своих трудностей, которые у него возникли. Он воспринимает себя фрагментарно. Когда мы выходим в сон, у нас контроль над своим «я» исчезает. Мы начинаем себя видеть шире, чем мы обычно о себе имеем представление. Сейчас я завижу, что... Да. И тогда, когда вы начинаете с основным взаимодействовать, вы выходите за границы привычного мира и начинаете формировать свою реальность такая, какая она на самом деле может быть. Понятно? Да, я понимаю. Ну что, как самочувствие? Ну вот эта вот дрожь, она осталась, но в голове у меня прям спокойствие. Прекрасно. Ну, еще какое-то время потрясется, оно таковое должно быть. Сходите, погуляйте, сейчас после эфира попейте чайку, примите душ. Хорошо, Артем, а можно вот еще вопрос? Давайте последний, а то сейчас вдруг оттургается. У меня вот вот эти вот мысли, они мне не покидают то, что, возможно, я вообще тогда никого не встречу, вот, если опять как бы не возобновлю с ним отношения. Что за чушь? Или это мне кажется, что это не любовь все-таки, если так со мной поступить? Смотрите, это психологическая привязанность к определенному стандарту под названием страдания. То есть, когда ваша мама была рождена в условиях, когда ее еле-еле, так сказать, приняли, то для вас семья и отношения с мужчиной, это, конечно же, потом перетесет в создание семьи, где дети появляются. Поэтому это все тяжело. И у вас по привычке всегда была склонность к тому, чтобы создавать созависимые отношения, где чувства есть, но они в таких страдальческого планах. Понимаете, о чем я говорю? Да. И поэтому, если в этот момент человеку лезет в голову, что я больше никого не встречу, это мой единственный, и вообще без него жить не могу, это созависимое отношение, созависимая платформа, которая разрушает ценность человека и создает ему тюрьму. Поэтому это признак того, что это детские чувства, и надо идти дальше, за границы. Понятно, это признаки? Да. Ну, сейчас мы на следующий эфир запустим, будем разбирать проблемы личной жизни. Будьте с нами, слушайте, и тогда на примере других будет более понятно. Хорошо, Лиза? Желаю вам удачи. Спасибо вам большое. Все, друзья, давайте я сейчас переподключусь, этот эфир отправлю на запись, и потом включусь и открою другой список, и будем продолжать работать.